Да, подожди. Специалисты рассказали, что, оказывается, правши вводят машину лучше левшей. Водители левшей получают на 50% больше штрафов за превышение скорости, чем проворотки автомобилисты. Левшей также чаще страхуют за ворушение правил парковки, а еще они чаще попадают в ДТП. При этом правши реже сдают экзамен по вождению с первой попытки. Также на автомобилях правшей больше мелких царапин. Около 28% левороких водителей и 19% водителей правшей, которые участвовали в исследовании, получали штрафы за превышение скорости. За парковку в неположенном месте штрафовали 26% левшей и 23% правшей. Левшей за 60 лет вождения попадали в среднем в 9 серьезных аварий, а правшей в 8. По мнению специалистов, дело в том, что автомобили и дороги в основном приспособлены для правороких водителей. Отсюда и такая статистика. Людям о людях. А швейцарские ученые нашли способ сделать овощи и прочие полезные, но нелюбимые продукты вкуснее. Для этого достаточно во время еды смотреть на изображение пиццы или какого-то другого калорийного блюда. Может быть, вы шашлык любите. И тогда ваша капуста или ваша вареная морковка покажут вам гораздо вкуснее. Это особенность человеческого восприятия. Она была обнаружена после проведения специального эксперимента. Исследователи заметили, что у большинства испытуемых изображение высококалорийной пищи вызывает больший отклик, чем изображение овощей, фруктов и прочей полезной еды. Ну, а потом они заметили, что легкие блюда, съеденные во время и после просмотра изображения калорийной еды, кажутся более вкусными и сытными, чем после просмотра изображения растительной пищи. Так что, если вы сейчас хотите стать стройными, к лету и сидите на диете, открывайте картинки шутерка, гамбургеров, чизбургеров, ну и ешьте ту самую уже упомянутую капустку. И пусть все у вас будет хорошо. Ваша Галя Корнила.